Есть мысль из чего делать продукты? Ну, смотря на свой продукт. Ну, какой же? Ресурсы. Отлично. Правильное абсолютно слово из исходного материала. То есть, смотрите, деятельность любая из исходного материала делает с продуктами. Значит, нетривиальные вещи, которые здесь есть. Любая деятельность имеет перед собой цель. Она целевая, вся эта деятельность. Цель обычная. Принести пользу и решить какую-нибудь проблему. Вот эту штуку, вот этот разрыв деятельности, это проблема, которая решает изготовление какого-то продукта. Не может быть деятельности бесполезной, которая не решает ни чьи проблемы. И для того, чтобы нам сделать продукт. У нас здесь, на самом деле, всего лишь три вещи. Это знания, способности и средства. О знаниях мы будем говорить более подробно. Способности здесь имеют в виду коммуникационные способности, способность видеть церемонцию, ситуацию, деятельности. Способности излагать проект. Понятно? Может, точно способности то же самое, что компетенция или то же самое, что интеллект? Можно я запишу вот здесь компетенции и интеллект, и мы об этом потом поговорим? Все основные задания не закрываем. Все основные задания не закрываем. Кстати, ну что-нибудь. Что? Все основные задания не закрываем. Нет, 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 нет. Я их зачеркивать не буду. Я их просто не решу, чтобы потом вернуть и не забыть. И соответственно, в любой деятельности вы можете посмотреть, что не хватает знаний, способностей или средств. Вот у девушки, я к вам обращаюсь, было ощущение, что когда делаешь проект, это не все как бы понимают, не поддерживают и так далее. Ну вот такой вопрос. А что не хватает, чтобы все поддерживали знаний, способностей или средств? Ну и типа это открытый вопрос. Иногда кажется, что не хватает средств. Кстати, хочу вам заметить, что здесь у нас могут быть деньги в средствах, да? Вот здесь как раз у нас находятся чужие компетенции. Я не буду говорить людям, да? Чужие компетенции, то есть мы их у людей забираем, отрываем от людей и вставляем в свой проект в виде средств. Иногда вот компетенции не хватает. То есть кажется, что человек есть, а компетенции у него нет. Или другая какая-то компетенция. А какая нужна, даже непонятно. Ну и так далее. То есть с этим можно играть. Я говорю, такие столбики, знаете, как на мобильном телефоне, можно вот так вот заполнить, а чего-то будет не хватать. Иногда кажется, что не хватает нам всегда средств, да? То есть казалось бы, были бы средства, то есть сейчас такой проект прозовили бы, и у нас вот получился. Или бегают тысячу средств. А можно и взгляды искать другого человека? Извините, а нельзя сказать, что пункт средства может следить по знаниям и способностям? Потому что если человек знает как, то он средства наполит и собирает. Ну вот мне вот лучше так. Чтобы не соединяться, то есть чтобы различать знания, поскольку знания немножко такая вот категория, о которой я тоже хотел бы поговорить поподробнее, но пока не буду. Значит, хорошо, Влад, вот в таком виде, на мой взгляд, в системном следительном походе необходимо предоставлять проект. Но этого недостаточно. Свой проект. Вот если у меня есть проект, и вообще если я что-то делаю, то надо предоставлять его таким образом. У меня есть дверечка, которая хочет стать чемпионатом России по данному. Ну, у нее хорошие результаты, она шестое место вчера замела на чемпионате славы России, а неделю назад на чемпионате России по танцам заняла восьмое место. Я ей, конечно, это рассказываю. И говорю, ты помнишь схему автодеятельности? Она говорит, помню. Она говорит, ты танцами занимаешься? Нарисуй. Она говорит, не могу. Я цель. Чемпион России. Я говорю, нет, не так. В акте 9 есть исходный материал, конечный продукт. А, напомню, что у нее знания, что способности нет. Средка я ей даю соответственно. Я считаю, что ей знаний, конечно, не хватает, но это ладно. Нет исходного материала и конечного продукта. И когда мы говорим с вами о цели, мы иногда забываем о том, что цель, она вообще-то связана с ценностями какими-то, конечно, и исходным материалом. Ну, мы с ней из этой ситуации вышли каким образом. Я говорю, давай придумываем. Ну, она, в общем, придумывала сама. Сказала, что я сейчас в этой ситуации исходный материал. Вот я, так, 2010-го года, там, или 11-го, я исходный материал. Я, вот, конечный продукт, там, я 2017-го года. То есть я из себя использую знания и способности и средства, делаю другую себя. И потом другую себя могу продать в другом акте деятельности в качестве тренера по танцам. То есть я говорю, ну, у меня картинка сложилась. То есть если что-то ценное здесь производится в результате такого-то деятельности, можно заниматься. А если это не отрефлексированные амбиции, хочу, да, то это никакая не деятельность, а какая-то ерунда. Ну, может быть, она меня обмануть хочет, там, может быть, ей надо стать чемпионкой России для того, чтобы замуж. Ну, собственно, я тоже не против, но, как бы, ценность себя другой в 2017-м году появлялась. Значит, что мы с ней делали? Вот, на этой картинке. Мы выложили проект вот здесь на стену, да, мы рисовали на доске на столе, и обсудили его. Смотрите, какая произошла штука. То есть архитектор, она, этого проекта. Вышла вот сюда, этот слой называется, рефлексивный слой. Вышла вот сюда и посмотрела на слой от деятельности снаружи. Оно уже не внутри находится, как исходный материал конечной продукты архитектов. Она снаружи находится. Этот рефлексивный слой называется слой мыслей-коммуникации. Ну, вообще, конечно, можно его называть и коммуникацией просто. Почему он рефлексивный? Потому что рефлекс по-английски и по-латински – отражение. То есть мы, как бы, отражаем то, что есть на самом деле, на бумагу и на это смотрим. Ну, на самом деле, как бы, отражаем у себя в сознании то, что мы придумали. Давайте возьмем какую-нибудь компанию. В компании ездить, использованный материал, конечный продукт. Я обычно представляю автоваз. Потому что там архитектор уже умер. Он что-то хотел, чтобы выпускали хорошие машины на тот момент, и планировал, как это будет. И представлял себе, как все на этих машинах хороших ездят. Ну, умер. Кто там остался у нас теперь? В автовазе. Путин. Путин. Ну… Давайте Эппл возьмем. Нам ближе. Эппл? Да. Ну, я про Эппл мало чего знаю. Да. Какой-то архитектор. Да? Он умер. Он тоже умер, да? Похоже, он не стал внести. Да. Он, во всяком случае, он делал хорошие вещи, полезные. И смотрел на то, что он делает со стороны, и понимал, как здесь что-то поправить. Потому что со стороны, наверное, не отсосно. Для того, чтобы любой проект двигался, Эппл, что нужно? Для того, чтобы двигать проект в любой способности. Знания, способности и средства. Это в слое денег. Этим всем управляет из рефлексивного слоя директор такой, администратор. Я сейчас вам рисую весь рефлексивный слоя. Директор управляет проектом. То есть, архитектор у нас умер. Да? Эппл тоже. Но кто-то этой деятельностью управляет. Архитектор только ее придумал первый раз. И ушел вот сюда смотреть со стороны. Администратор. Это управляющий слоя. Вот этот рефлексивный, он управляющий. То есть, кто на деятельность смотрит со стороны, он вообще управляет. Значит, у нас есть еще в рефлексивном слое такой инвестор, который денег вкладывает. Это акционер может быть, это может быть банк, кредитор. Он может денег не дать, и деятельность вся закончится. Есть еще тот, который управляет, и его, кстати, выделили в бизнесе совсем недавно, я бы сказал, лет 20 назад. Потребитель. В Советском Союзе, мне кажется, до сих пор он не выделит. И считается, что потребитель съест все, что ему навало. Опять же, только благодаря дизайн-менеджменту и дизайн-мышлению появляется кастомер-фокус. Когда мы говорим о покупателе, потребитель основная фигура, его надо изучать. А если про него забыть, то деятельность полностью закончится. В социальных системах потребитель у нас выделился на рубеже 19 века во время Великой Французской революции. До этого гражданин, по сути дела, в системе разделения властей, в социальных системах, отсутствовал. И тут граждане, значит, в целях сказали, мы есть. И вот эти, которые были в управляющем слое, подвинуты. Ну, то есть сейчас в бизнесе происходит, по сути дела, вот этот этап, когда революционно настроенные граждане определяют, чем он пользовался. Microsoft, компания Microsoft, продукция компании Google или продукция компании Nokia, если речь идет о мобильном сфере. Если то сюда деньги вкладывают, выпускают эти телефоны, а решают тоже. То есть управляют в том? Все вместе. И архитерта. Все вместе. Еще есть такая фигура, я тут размахнулся, я, в общем, шесть таких фигур, шесть позиций. Еще есть такая фигура, которую я называю без практиц. В системном расследовательном подходе управление, я публикусь пока без практиц, принято обозначать не вот таким образом, а схему физических, ну, что вот этот управляет вот этим. Знаете, да, такие управленческие схемы? Ну, это очень много. А есть такая матрешечная схема, когда говорится, что одна система полностью включает в себя запомнику. То есть, если управляешь, захватываешь полностью. А если не захватываешь, то не управляешь. Значит, соответственно, вот у нас архитектор вот так управляет проектом в начале. Ну, и вы знаете, да, то есть вот по дизайну интерьеров, опять, строительство домов. Пришли мы к архитектору, говорю, нарисуй, он, значит, нарисовал. Наняли вот такого прораба, он взял строительство, управляет проектом, архитектор приходит и говорит, слушай, неправильно строит. Переделывает. И он переделывает. То есть, архитектор остался у права. Прораб говорит, слушайте, я вот тут архитектор нарисовал золотые унитазы. Инвестор, это мы, да, мы пришли и говорим, слушайте, золотых не надо. Можно обычный. Архитектор против, инвестор говорит, денег не дам, обычный он не даст. Потребитель, как управляет. Стали строить дом, архитектор заклонировал потолки и двери. Сколько надо? Метр восемьдесят, да, там, проемы дверные. А брат приехал, баскетболист, два двадцати. То есть, соответственно, неудобно. Надо было закладывать для потребителя выше дверные посетителей. Значит, что с без практис? С без практис история такая. Я очень люблю приводить пример вот этого про производителей пейджеров. Не знаю, может, что я расскажу уже, может, вы сами знаете. Люди, которые построили пейджинговые компании, вот эти, закупили пейджеры в Китае. Они, конечно, рассчитывали, что они следующие пятьдесят лет будут получать баки вот с этих колл-центров. А тут, представляете, дешевеют мобильные телефоны, и у них бизнес просто никуда сразу падает. И мало того, что пейджинговые компании, вот эти вот все, Ростелеком, те, которые фиксированы на свет. Они же тоже прям умирали вот со скоростью свет и не верят в то, что они не давали. Но Ростелеком-то не умирает? Ну, конечно, если столько денег загонять государство, то не умрет. Почему? Так они же, но Ростелеком – это Билайн, тот же самый, это Ростелеком. Ну нет, с Билайн на то, не Ростелеком. Билайн – это Ростелеком. Билайн – это Билайн, а Ростелеком – это Ростелеком. Я не знаю, есть ли доля Ростелекома в Билайн, но Билайн – это компания, которая основала такой человек с Зелением, да? Зелелин. Они же купили Билайн? Нет, купили бы могут конечно. Билайн или Шинбенков. Да, Билайн и Билайн. Коллеги, извините, пожалуйста, давайте я открою окно, я нашёл. Пожалуйста, вы можете делать вообще все, что с вами. Открыть акт, я вам не просил. Посмотрите, какая у нас атмосфера. Откуда они сейчас праздники? Отсюда идут? Откуда они сейчас праздники? Так давайте закроем дверь акт. А кто-то просил у нас расширение сознания. Коллеги, значит, история про праздник в празднике такая, что это вот как раз у вас есть здесь лекции по поводу тренда будущего. И к вам приходит наш коллега, который рассказывает, что убьем тот бизнес, который существует сейчас. То есть, например, у меня нет никаких сомнений, что не только Роттелеком, но и Гумбилком с его белами находятся под угрозой вымирания. Потому что Гугл объявил, что с канадской компанией они сейчас запускают несколько спутников, которые будут обеспечивать Wi-Fi по всему земному шагу. То есть, телефон нет? Ну, естественно, это значит, что последует за этим. Что производители смартфонов будут иметь Wi-Fi по умолчанию заложенный в телефоне и не будут необходимости подключаться к GSM-сети для того, чтобы связаться по Skype или через Google, как он, Борис, с любым человеком, который, в общем-то, есть в интернете гораздо дешевле. Ну, естественно, гораздо дешевле. Нет, ну, Skype же как монетизируется за счет звонков, но напрямые телефоны, если он потеряет возможность звонить так, то Skype, мне кажется, система монетизации заменяет? Ну, а они монетизируются за счет там еще... Слушайте, у меня Skype, честное слово, не интересует, как они заменяют систему монетизации, потому что в Skype есть ситуация, когда мы через интернет звоним, через Skype я вам, вы мне бесплатны, а интернет будет во всем земноушаривом, соответственно, я вам могу звонить с любой точки со своего мобильного устройства, с того, который я нашел в собой. Ну, в принципе, я и сейчас могу звонить по Skype, если я нахожусь в Wi-Fi и в Wi-Fi. А тут Wi-Fi на всем земноушаривом. Когда это случится? Я не знаю. Но если кому-то пришла в голову такая разумная мысль, смотрите, то есть у кого-то есть такой проект, то явно та цель, которая принесет всем вольфам, настолько значительна, что его реализуют рано или поздно, так или иначе. И для всех компаний, которые сейчас поставили вышки и GSM телефоны производят, это означает одно, неименуемые изменения в их бизнесе. Поэтому вот эти вест-практис, они уже в тех компаниях, у которых есть проект. Еще есть одна фигура, такая позиция, это такой судья. В большой компании, если она соблюдает такую систему управления, это председатель Совета Директоров, который позволяет всем ямгаться друг с другом, а прислушиваться друг к другу и находить какие-то промежные варианты развития проекта. Естественно, между всеми ними тоже происходят разные коммуникации. Поэтому, если мы готовы к какой-то маленький и большой проекту, то для меня очень важно, чтобы они все оказались в одной комнате и попробовали заговорить друг с другом. А если их в большую комнату, в одну, невозможно собрать, то хотелось бы, чтобы хотя бы хоть кто-нибудь взял на себя роль, например, чистый стратег, роль архитектора, чтобы говорил как за того человека или за ту позицию, который может тоже влиять на эту тару. Я вчера на позавчера на одной конференции тоже рассказывал об этом, правда, быстрее, не так подробно, и со мной один из представителей компании Росатома начал спорить, что, что вы нам рассказываете, вот здесь же находится заказчик. Вот он сюда, какое техническое задание. Я говорю, вы не понимаете, заказчики на проект, они все. ну, собственно, я это и хочу отметить, что когда мы делаем ТЗ, нам надо по очереди себя засунуть в каждую из этих позиций. И когда есть проект, и есть непонимание по поводу проекта, это означает, что мы из какой-то позиции в этот проект не посмотрели. Вот эта позиция, кстати, best practice, она для меня очень удивительная, потому что, с одной стороны, это всегда конкуренты в этом проекте, то есть, они сами делают какой-то такой проект, находятся здесь. А с другой стороны, они заставляют нас изменяться и учиться. Ну, если мы не хотим их убить, конечно. В принципе, древности их убивают. Но это означало только одно, что на их место приходили сотни других, более эффективных, которые заставляли изобретать железное оружие вместо стрелок, пороховые пушки, космические корабли, атомные бомбы, дешевую электроэнергию, компьютеры. И кто-то всегда на эту позицию вылезал и показывал всему миру, как будут проходить следующие изменения в истории человечества, и все остальные были вынуждены догонять. Давайте здесь остановимся и вопрос. Правильно на эту схему означает, что ухаженный свой продукт. по факту у инвесторов свой продукт. без тракса без тракса без тракса без тракса. Хороший вопрос. Вот в этом слое слое коммуникации нет продукта. Это слой управляющий. Продукт мобильный телефон. Мы можем, конечно, туда и мобильный телефон засунуть. У нас есть продукт, который позволяет нам дистанционно связываться друг с другом. И вот по поводу этого продукта и по поводу вот этой проблемы, которая нам сейчас дистанционно связываться друг с другом не позволяет, есть управляющий вот такой слой. И они сами продукт не производят, они управляют. То есть у каждого из них есть свой проект, который решает эту проблему. Они влияют скорее. Не управляют, они влияют просто. Ну, мы можем, конечно, сказать, влияют, но для меня эта схема будет равно управлять. Не то, что даже управлять, а настолько сильно управлять, что захватывает весь процесс. то есть он владеет прямо буквально этим процессом. Настолько владеет, насколько можно принимать сам термин плата и власть. То есть они имеют власть, как и власть. Более того, я могу сказать, что как бы изначально это слово, схема, оно означает держать под властью. То есть вот, я приводил как бы параллельно со словом школа, держать под властью. То есть тот, у кого есть схема всего мира, всей деятельности, он держит под властью все это деятельность. Схема держит под властью. Ну, у меня как бы по этому поводу здесь только один призыв. когда вы будете разрабатывать свои проекты, не забывайте о том, что в каждом проекте есть не только архитект, но и еще лучшие практики, которые надо учитывать. Директор, который потом все испадает, конечно, в вашем проекте, как любой строитель, который приходит строить дом или сделать ремонт в вашей платье. Инвестор, который не даст денег. Потребитель, который это потом не пушит. Ну и вот это важное место во всей системе, потому что, например, когда я рассказываю в этой системе проступив, если у меня юридическая компания, я говорю, что я так архитектно, то есть я вам придумал эту компанию, вернее так, как инвестор в своих концертах очень собой, как директор, недовольный, поскольку как архитектор я был хорошим, а вот мнения потребителями своих заказчиков я, в общем, иногда игнорирую и больше упрекляю без практик, потому что мне это больше интересно. Ну, я ее придумал, в принципе, не того, чтобы деньги зарабатывать, поэтому мне позиция инвестора она очень близка и понятна. Любой предприниматель, ну, в этом смысле предприниматель, когда совмещает в себе все эти позиции, несет большой риск по поводу деятельности, если не хочет эти позиции делить, ну, как мы говорим, делегировать друг к другу. и цель в этом смысле становится синонимом слова шанс и имеет риск. То есть, по сути, делаю, всегда есть один шанс реализовать проект и есть всегда риск его не реализовать. И используем это слово реализовать и я отошлю нас всех к английскому языку, потому что в английском языке реализейшн, как вы думаете, что означает? воплощение в реальность, реализация, как мы это слово употребляем, а второе, понимание, смотрите, какой это наный смысл. То есть, в английском языке сделать проект, реализовать, означает его понимать и делать. Если ты делаешь, значит, понимаешь, что ты делаешь. Если ты понимаешь, хорошо, что запроверили, значит, ты его делаешь. Ну, со словом понимать, мы разобрались, то есть, для того, чтобы его понимать, его надо излагать, то есть, вот так вот рисовать и представлять, то есть, вот ставить перед собой, чтобы его было. Вот, позиции руководителя проекта это тот, кому делегировали по частям все эти люди руководитель проекта. Я бы зарисовал руководителя, если это рабочий группа над проектом, вот здесь. То есть, это человек, который не имеет ценового мнения, но судит как бы все эти позиции по отдельности. Проект сходят все позиции? Да, он, во всяком случае, собирает их в одну позицию. Поможешь нам вопрос? Да. А если цель меняется? Изменяется, что урок вся изменяется. Ну почему изменяется? Просто изменяется. Друзья, а сколько у нас времени? Когда я должен вас отпускать уже через 40 минут, вы без обеда? Нет, через 40, через... Сейчас. Сейчас 40. Так, ладно, вы потерпите, хотите попить там? Ну в смысле, я знаю, мне кажется, что он придется сказать. Значит, друзья, вы знаете, я бы вот для закрепления того, что я сказал, я бы, наверное, попросил вас представить то, чем вы занимаетесь в виде вот такой схемы. то есть нарисовать свой проект, поскольку каждый работает в какой-то отрасли, представить проект, в котором он работает, или свой проект. Давайте я вам дам на эту работу 5 минут нарисовать. И хочу отметить одно особенно, что иногда даже если это ваш собственный проект, он становится средством для других. И в этом смысле мы являемся друг для друга всегда средством в каком-то проекте. Я сейчас средством проекте британской школы дизайна о исправлении исходного материала в конечный продукт, который будет полезен обществу. Я надеюсь. А чем он будет отличаться от этой схемы, моя схема? Здесь вы говорите какой исходный материал, какой конечный продукт, какую проблему вы решаете, какая цель вашей деятельности, какие знания, способности и средства вы используете. Может быть, посмотрите, какой у вас управляющий строк, сколько у вас позиции, все ли вы их видим. Пять минут вам на такую работу. Можете сделать мальчик. Дай мальчик. Представьте в виде схемы проектов, которые вы занимаетесь. Мне нужно представить проект или мою позицию в этом проекте. Поставьте себя на место архитектор и протяжите весь проект, в котором вы участвуете в качестве средств или в качестве организма. Круповой задание? Нет. Ну, может, обсуждать. Пять минут. Ты знаешь, чем я скажу? Пять минут. Я не знаю, может быть, связаны с работой, может быть, связаны, не знаю, там, работы родителей. А что исходный материал, я представляю, у архитектора, который строит дома? Исходный материал что? Это камень или что? Не знаю. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что это. Кто не знает, мне кажется, никто не знает. У архитектора, мне кажется, если который строит дома, очень интересная вообще история. У него ведь исходный материал, вся красота мира, какой он ее понимает. Другие дома. Не знаю. Женщины, наверное, какие-то красивые. Природа. Что было у Гаупи, когда он строил свои дома? Ну, представлял такими, как он их себе представляет. Природа. Ну, наверное, где-то природа, где-то, не знаю. Красота мира. Такая вот история. Трудно сказать, что для художника, который оставляется исходным материалом для его продуктов, которые он производит как картина. Может быть, мысли его. Во всяком случае, для архитектора проект это всегда способ передать свое виду мира. То есть, сам мир, который вокруг него. Я бы так обсуждал. Архитектор и дизайнер на одной тоже, да? Не знаю. Дизайнеры ведь тоже разные, как и архитектор. Кто-нибудь из архитекторов может сказать, что мы просто берем ручки, бумагу. Ну, нет, я имею в виду по значению. И делаем из этого чертеж. Или пенопласт вырезаем. Модель. Моя версия. Поэтому, кто-то, я рассказал, моя версия. А эту модель продаем. А поэт может сказать, я беру лист бумаги и пишу надежность. Продаем лист бумаги. А без практики, я понимаю, что это какие-то наилучшие аналоги. Ну да, конкуренты, которые точно убьют то, чем вы занимаетесь. А если не убьют, а мне сделать лучше? Все равно кто-нибудь убьют. Жизнь предприятия настолько кратвачьи, что она короче, чем жизнь людей. А юниливер? Ну, вы можете себе представить время, когда их не было? Да. Ну, так же их и не будет катать. Да. Нет? Ну, они там 100 лет. Ну, что такое для бизнеса 100 лет? Вот мы же знаем, что Ford в 30-е годы имел 70% автомобильного рынка мирового. А сейчас где Ford? Ford просто не машинка. Кто покупает Ford? Диктовать что еще? Все покупают дешевые Ford и колбасы. Ну ладно, но вообще. А можно спросить, а может быть, потому что они в организации не имеют листья? Не может быть. Делить это. А вот, ну может у вас такое есть? Не, ну если деньги поступают в компанию от клиентов, то есть, например, сам учредитель, генеральный директор, не складывается в свои средства, и что он там, что будет делать? Я все понимаю, но когда-то эту компанию создали и вложили в нее деньги, и инвестор хочет получить эти деньги назад, поэтому клиенты приносят деньги как потребители, а инвестор, он их забирает из предприятия, только заработает. И инвестор, он всегда есть, он или как акционер, или как учредитель предприятия, но проект на что-то начал работать сначала. Да, конечно. Может занимать все. Семенцы. 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 нет, то что он теперь все равно безчерпанно просто что он что он что он стоит 2 раза что он европ пока его туда приведут, он станет 2 раза дороже почему на самом деле я думаю вы будете дорисовывать все работает? да? я думаю вы будете дорисовывать в процессе нашего дальнейшего диалога с вами свою схему сможете над ней подумать а сейчас я бы хотел вернуться к тому что невыразимости коммуникации вот Евгений задал вопрос вообще можно как-то преодолеть преодолеть это невозможно это проклятие человечества это заставляет людей изобретать тысячи и миллионы слов для того чтобы передать друг другу что они хотят особенно это касается так называемых интеллигибельных объектов которые нельзя потрогать руками они так называются ну вот во всяком случае если я скажу стул очень четко можно его представить если я скажу любовь или проект или лучший мир и город потрогать его руками невозможно или самое красивое здание у меня сегодня был такой диалог есть такие психолингвисты которые используют тематические карты значит они считаются словами которые можно выразить но мы же можем какому-нибудь объекту присвоить какие-то предлагать изящный белый это очень большое как мне кажется я бы сказал заблуждение слишком большая надежда что изящный мы с вами понимаем одинаково они говорят ну вот сейчас даже придуманы такие семантические карты мы можем написать слово изящный и вот там не просто оценить порбальные системы а двигать такой рычажок как бы вот это менее изящно это более изящно я говорю мы же знаем языки в которых белый имеет 50 слов характеристика белого северного народа у них есть характеристика белого более 50 слов то есть для нас-то белого везде делают а для них 50 значений понятно что изящный у каждого свой и собственно здесь проявляется такая законоверность человеческого мышления по сути дела для того чтобы наблюдать какой-то феномен ну любой природный феномен или феномен деятельности мы его должны выделить из других и присвоить ему определенные слова и в этом смысле спасибо Евгению за вопрос про интеллект потому что интеллект происходит от латинского интервейнера разделяющегося то есть самое главное свойство интеллекта у нас это разделять действительно и выделять что-то как объект этой действительности ну можно я не знаю сказать пол а можно сказать что это серый пол и увидеть что он не просто вот такой серый а он состоит из таких каких-то экранов и они не все одинаковые есть красные есть какие-то синие пятые и так далее и так наша жизнь и уметь в этой жизни выделять что-то это основная способность мышления в которой человек стал способен как раз на том этапе когда такая знаете древняя обезьянка значит вдруг я считаю не сомневаюсь что божественным совершенно образом смогла отделить одно от другого и в этом смысле для меня очень примечательные слова которые написаны в ветхом завете ну кстати у индусов точно так же мы выяснили что есть о том что Бог разделил сначала небо и земли ну в ветхом завете в переводе на русский язык написано создан небо и земли но я специально полез в самый древний перевод в самое древнее издание и нашел что там используется древнееврейский корень который означает разделить и в этом смысле я абсолютно уверен что имеется в виду что Бог разделил к мышлению человека сначала небо и земли что сначала древний наш предок как и многие наверное другие животные насекомые не различали небо и земли и первое свойство мышления которое проявилось это разделить небо и земли потом там написано еще выделил крупные объекты такие как горы реки потом там есть несколько итераций где он выделил животных вокруг птиц ну создал мышлением выделил их из других а потом есть еще тоже интересный момент когда помните женщина была создана из ребра и я все-таки думал и наверняка каждый задумывался о том как же она была создана из ребра и я нашел древний тоже перевод вы можете посмотреть у других акторов то есть то слово которое сейчас мы переводим как ребро есть еще значение сторона то есть говорится о том что Бог создал женщину со стороны мужчины то есть мужчина наконец-то отличил женщину рядом с собой из других подобных ему существ и смог заметить что рядом с ним есть женщина потому что вы же знаете в принципе то что я рассказываю в этом нет ничего удивительного так называют дети если у кого-то есть дети а у кого нет обязательно будут вы увидите сначала дети замечают только большие объекты они даже сначала не слышат звуки какие-то не способны их определять все равно кричат рядом с ними тихо разговаривают затем они начинают узнавать близких своих потом в принципе им все равно мальчики девочки не дифференцируют в этом смысле потом узнают девочек что есть девочки это вот такая эволюция мышления которую можно проследить у человека если эволюция человека от животного происхождение человека из животного на биологическом уровне мы ее можем проследить в зародыши человека то есть зародыши открываются по сути дела по всей почте маленький человечек он похож на рыбу ну вы это знаете наверное из биологии из школьного курса то эволюция мышления человека развивается по мере взросления маленького человека превращения его в возраст человека в чем вот эта принципиальная невыразимость понимания коммуникации между людьми здесь существует еще одно слово он нам так особо для проектной деятельности вроде бы не нужен но схема мыслей деятельности выглядит вот таким образом значит у человека в слое мышления есть два таких доски как ноутбук они рисуют одна доска называется объектно-онтологическая другая ворк-деятельности на вот деятельности доски лежат все схемы которые мы получим в жизни я вам говорил школа это схема в этом смысле схема которую дают родители схема поведения схема которую дает школа схема которую дают университеты соседи друзья и в этом смысле самая такая примитивная схема которая воспроизводится из поколения в поколение человек встал почистил зубы позавтракал пошел на работу поработал пообедал вернулся домой лег попил пиву смотрел телевизор поругался с женой нашли сына лег спать и так каждый день в принципе если человек такую схему освоит и чувствует себя в ней комфортно то другие схемы могут быть не нужны и в этом смысле поездка куда-нибудь за границу получение загранпаспорта прохождение таможни паспортного контроля перелет на самолете для него огромный стресс поскольку таким образом он осваивает новую схему а те дети которые поиграли в детский магазин и выучили схему продавец покупатель я уверен они более успешны на новом рабочем месте в качестве продавца чем те которые эту схему не освоили ну поскольку им еще только такую схему предстоит освоить то есть здесь схемы что такое объектно-онкологическая доска объектно-онкологическая доска это как раз про интеллект то есть это те объекты действительности которые мы своим мышлением научились захватывать и если мы будем говорить про маленького человека то у него там объектно-онкологическая доска очень небольшая поскольку ну он там кого дети кроме родителей манной каши ну никого а у взрослого человека большое количество объектов они у него в принципе поименованы потому что существует язык ну кстати вот я достаточно много сейчас посещаю лингвистические семинары мне очень интересно происхождение языка как язык разрывался странно для языка всегда нужен другой вот этот вот хороший потому что когда ты выделил какой-то объект изъяснительности и пробуешь его передать тебе скажут либо его видят это так так же как я вам пытаюсь эту схему говорю я перевяжу так но у меня существует как объект и говорю вот эта схема мыслей следующий раз когда вот такую схему картинку видите скажите это схема мыслей деятельности то есть я вам передал свое основное название я говорю стул ну вы знаете то что это стул то есть у нас с вами по поводу объектов ну я имел ввиду это то на чем себя а это то на чем работать можно есть у нас по поводу этих объектов практически нет никаких расхождений которые понимают они по именовым по именовым по именовым по именовым по именам ну то есть я вот сейчас нарисую квадратик и угольник кружочек да а вот этот парень он ничего про съемы мыслей деятельности не знал и у него другие есть объекты действительности какие-либо какие или во всем вот такие и как им разговаривали они разговаривают почти как на разных языках один ел в одной семье другой другой учились в разных школах бывали в разных компаниях я однажды с удивлением лет десять назад узнал что некоторые женщины и девушки не знают слова татами правда татами татами в ресторан но это место где борются очень правильно место где борются но для меня был шок что я знаю это слово а что-то не знает я об этом прочитал в журнале и у меня был ужас что оказывается не все разговаривают на том языке на котором я привык разговаривать вообще не знаю то что знаете часто ну во всяком случае во всяком случае для меня это неотъемлемое слово которое есть у меня в моем визите я не говорю о том что если я в такой аудитории скажу слово аутсорсинг мне могут задать вопрос что такое аутсорсинг у вас все знают да ну это я просто отвечал позавчера что такое аутсорсинг соответственно у людей разный язык если вы составляете тазы где употребляем слово аутсорсинг даже если люди возьмут слова скорее всего они поедут слова они поймут аутсорсинг так как в общем захотят понять и это касается не слов тотального аутсорса а просто нашего восприятия и мне хотелось бы конечно об этом много разговаривать и может быть я это сделаю на следующей лекции хотя если меня разорвет начнем рассказывать сейчас но вот это принципиальная особенность нашего мышления то что есть объектно-онкологическая доска и есть друг деятельность я хочу чтобы мы спрессируем потому что в конце концов не только аутсорсинг управляет тем что мы друг друга не понимаем аутсорсинг еще и мы или схемы разные используют в нашей лекции ничего страшного значит в принципе работа над проектом в системе после деятельности на платформе происходит следующий момент архитектор ну и все остальные которые участвуют в проекте выходят в свой коммуникации если им повезет если они не используют средств современных и не пишут друг другу по электронной почте или там поставят сообщение то они собираются все-таки в одной комнате и начинают обсуждать совместные деньги и тем что они обсуждают совместную деятельность это называется они находятся в общей ситуации вот я сделал один в общей ситуации и это позволяет им в принципе общаться даже на языке жестов потому что ситуацию они знают проблемный слой в этой ситуации и понятия и они друг с другом ну знаете как слаженные коллективы работают они говорят слушай а вот вчера вот этот вот сказал и он говорит а вот да вот это слушай ну уже позавчера там это самое пробовали это делать а я сегодня уже получение отдал и они понимают то есть предохождение в общей ситуации людям позволяет привести синхронизировать привести в соответствие друг с другом синхронизировать свои вот эти деятельностные доступы ну я могу сказать ну не на всю жизнь но применительно конкретной деятельности на короткий период точно это возможно вот такую схему я бы назвал схемой не просто мысли деятельности да а схемой сферы рисуются вот таким образом я бы вообще это назвал сферой деятельности вот сферу деятельности любую можно представить таким образом и когда мы начинаем работать на какими-то большими проектами я сначала прошу собравшись представить всю сферу деятельности в которой разворачивается проект если это федеральный закон о госзакупках то это российская федерация с ее бюджетом органами власти и так далее если это реформа образования значит это вся сфера образования обучения просвещения и так далее если это здравоохранение реформа то это вся система здравоохранения сфера здоровья человека и так далее потому что любой проект у нас делается не в безвоздушном пространстве а на чем то и в первую очередь необходимо представлять в какой системе реализуется ваш проект что вокруг него кто еще на него будет влиять и кто если нас не поймет и не вступит с нами в кооперацию по этому поводу нас будет с нами конкурировать и нас тем самым будет тупивать то что я прозвал для ситуации 1 это пролив ну так сфера в настоящем понятно понятно что вся история она развивается в динамике и в конце концов в конце концов он перейдет в другое состояние и вот в этом другом состоянии из ситуации настоящего мы эту сферу можно помыслить в будущем какая будет и теоретически если мы этим занимаемся то есть передвигаем вот эту сферу в будущее ну а прошлое у нас постоянно ускользает поэтому когда мы рисуем настоящее оно же вчерашнее то есть если я сейчас нарисую зал в котором мы сидим через минуту это будет прошлое на самом деле когда я сделал последний штрешок поэтому условно говоря используется вот такая вилочка показывая что вот здесь может быть некая такая позиция которая управляет вот этой ситуацией представляет ситуацию будущую я напишу что здесь находится позиция которая управляет развитием и это очень важное место на самом деле мы с вами вообще находимся вот здесь то есть мы вот эту всю ситуацию даже если мы задумываем управлять этой сферой у нас у нас есть некий проект то мы сюда требуется определенные условия для того чтобы ситуация изменилась таким образом таким мы ее хотим потому что управляет развитием не человек не организация не роль не позиция а управляет развитием но я скажу так метафорично во-первых школа потому что только школа нам задает такие позиции и такие дает нам ну грубо говоря инструменты и взгляд на жизнь такие схемы чтобы смочь сдвинуть целую ситуацию в эту плоскость в будущем школы но если говорить непонятно если нужно я потом буду расшифровывать развитием конечно управляет касаясь только как человеческое мышление а если смотреть дальше то то антология и я к этому вернусь обязательно давайте запишем антология и мышление потому что без этого те мысли которые я бы хотел вам передать они будут не пол я наверное хотел завершать еще завершать но не будет значит что еще я здесь вижу принципиально важно я бы хотел сказать что проект ну кстати вот интересная темология в целом проект проект это джект это течение это мысль брошенную по сути дела по сути дела течению и слово цель по-английски имеет этимологию футфорсу положить вперед и даже проблемы на одно и то же потому что проблема с латинского проблем как пробел быстрее вперед в этом смысле цели которые мы ставим это то что мы бросаем вперед мысль брошенная вперед знаете как мечта и у этого корма тоже есть аналоги такие во всех языках метр в греческом проекте будет про метр то есть то что помечтали то чего нет почему вперед почему брошен то чего нет в обозримом пространстве вокруг нас наши проекты лежат за теми границами которые видны всем обычным людям вокруг нас наши проекты другим людям не видны это я просто тоже большой рассказ я наверное отдельно поговорю потому что надо много а антология вообще картина мира давайте откройте конечно кому хочет можно открыть автор поскольку в нашем общем пространстве ваши проекты не видны то я конечно и плохо себе представляю ну мне не видны ваши проекты я их себе плохо представляю и в этом смысле любой проект который возникает в какой-нибудь голове он является органичным не только для этой головы ну то есть вот мы с вами представили какой-то проект помните как уманизм он хотел галерею от Санкт-Петербурга до Москвы в принципе мне кажется неплохой проект стеклянной галереи и там ему что-то проект стеклянной галереи должны были привозить мне кажется частично даже поезд идет достаточно быстро почти стеклянно то есть когда мы говорим маниловщина в принципе ерунда все реализуется что человеку может представляться но тот проект который возникает но я же так понимаю учит же тоже делать проект правильно ну и в принципе хорошо когда этот проект сам делаешь сам реализуешь то есть сам придумал сам понял сам реализовал а если это большой проект для которого требуется кооперация многих людей как его передать другим людям узнать сам о схеме ну во всяком случае проектом всегда является человеком в виде схемы то есть и в какой схеме вы его будете передавать это всегда вопрос то есть его же можно передать жестами можно передать словами можно передать такой схемой или любой другой схемой можно нарисовать но сам факт то что учитывая что есть принципиальная невыразимость того что мы того о чем мы думаем приходится обвлекать это в какую-то форму я вам говорил что я сейчас часто хожу на лингвистические семинары и на прошлой неделе слушал такого очень известного лингвиста который живет в канаде мельчук он говорил о том что во всех языках мира существует одна схема для передачи предложений то есть все предложения во всех языках строятся морфология то есть содержание предложений может быть разные слова разные а схема для нашего общения одна какая ну вы знаете наверное из школы подлежащие сказуемые это мельчук как раз придумал и он говорит другой схемы нет есть 70 он два варианта насчитал вместе с математиками переставление слов внутри схемы для разных языков но схема одна и всего лишь 72 модификации модификации этой схемы это очень мало например у дятлов когда они друг другу что-то передают тоже существует схема для того чтобы занять пространство в лесу один сильный дятел прилетает к другому сильному дятлу они устраивают дебаты которые заключаются в том чтобы произнести определенное количество звуков максимально быстро и воспроизвести некоторые движения крыльев максимально точно и когда один из них сбивается и проигрывает он не претендует уже на эту территорию а ведет себя как подчиненный у лидера то есть это биологи наблюдают то есть по сути дела у нас даже в речи всегда есть схема которую мы произносим то что мы хотим у другого человека вообще вообще если бы нам не нужно было бы что-то делать и вот это вот тоже вот обратная сторона того проклятия коммуникации мы будут друг другу даже в коммуникацию не вступать то есть нам всегда что-то кому-то нужно мы друг другу без надобности не подходим то есть у нас коммуникация выживание и деятельность связаны воедино вы начинали про схему с помощью которой вы доносите это вот эту схему вы имели в виду что нам обязательно чтобы рассказать кому-то другому о нашем проекте нужно сначала рассказать о знаниях способах и о том что о происходных материалах о целях я правильно понимаю или нет? Я честно говоря не знаю как вы будете ей пользоваться, я ей обычно пользуюсь, я могу проектировать ситуации деятельности. То есть если у нас есть ситуация деятельности, то это проект, который был бы, ну там, не наших, а вот, не знаю, там, сейчас строят дорогу от Санкт-Петербурга до Москвы, от Москвы до Питера. Вот эта цель – построить скоростное шоссе. Она для этого нужна, чтобы разобрать какую-то задачу или нет? Ну, вы знаете, конечно, все были бы счастливы, я думаю, в этом мире, если бы мы были строительство дороги из Москвы до Санкт-Петербурга, то с кем мы испортили. Потому что, в принципе, как сейчас обстоят дела с этой дорогой. То есть некий архитектор эту дорогу проложил. Есть некий подрядчик, который выкрут в конкурс про эту дорогу. Да? И есть некий инвестор, который говорит, что давайте делать эту дорогу. Да? То есть будем туда вкладывать деньги, это государство. Дальше что происходит? Приходит Евгений Чириков и говорит, я недавно устроил эту дорогу. И приходит вместе с ней житель. Соответственно, что мы видим на этой схеме? Потребители исключили из схемы. И, по сути дела, у этой схемы есть большой риск не реализовываться. Если эту схему реализовать, но, я думаю, процентов 10 населения из схемы выйдет из схемы в другое место жительства, в более комфортное, близкое к лесу, и будет там жить. Если такого места жительства в России не найдется, и схемы будут продавливаться дальше, в других городах, то, в общем, есть возможность искать места более комфортные для жизни, для большего количества людей. Что есть возможность? Потому что, в общем, жить в обществе, в котором директор, инвестор и архитектор может реализовать любую схему, ну, для потребителей, для людей, не очень комфортно. Я смог объяснить, как эта схема работает? Соответственно, когда вы будете инвестором в такой проект, я бы вам советовал собрать здесь такой вот управляющий слой и посмотреть, есть шансы у той схемы, которую принес архитектор, быть реализованы с учетом мнения всех вот этих сторон. Как же не бывает? Ну, как же не бывает. Вот, например, Microsoft, вот эту схему, ну, немножко с другими позициями использует в своем руководстве Microsoft Solution Framework. У них по-другому чуть-чуть эти позиции называются, но у них шесть позиций для любой рабочей группы, которая работает над любым продуктом. Я считаю, что Microsoft в этом очень революционный пример, важный, нужный пример, потому что это самая крупная компания из всех существующих в мире. Ну, то есть, если вы мне скажете, что, ну, и что Microsoft, а вот, допустим, Oracle не использует. Я скажу, ну, ребята, Microsoft больше всех денег зарабатывает, использует такую схему, примерно такую. Значит, Oracle, кстати, тоже использует такую схему. Насчет Apple я не знаю. Я думаю, что Apple, нет, я не знаю, не знаю. То есть, это принципиальная схема рабочей группы. А Google? Слушайте, ну и правда, Google, честное слово. А можно вопрос? А потребителя это имеется в виду, наверное, не кроме любого человека потребителя, а исследование и понимание потребителя? Ну, знаете, ведь можно, например, его и пригласить, да, и сказать, ты как? Ну, вообще, вот по таким построительным проектам общественной суши для этого должны предпроводить один мнение потребителей, и должно учитываться, но и учитываться. Ну, как бы их вот инвестор, директор и архитектор даже. Да ничего не нравится этим потребителям? Ну, и с нами. Ну, они, у них такой большой земной шар, они вообще... Да, у нас, вовсе, например, в роли потребителя Холома приглашали. Как? Ну, на просмотр, вы говорите, для потребителя. Я понял. У нас есть коллега, вот она мне сегодня сказала... Катя, да? Нет? Нет, Серафима. Серафима. Серафима сказал, я в наших проектах в компании на стороне потребитель. То есть, это может быть даже не совсем потребитель. Это может быть человек, там, или депортаж, который мысли для себя потребитель, пробует себя потребитель, тестирует эти продукты как потребитель, и отвечает за потребитель от будущего. Всегда? Ну, он действительно отличается от интереса потребителя. Может, он просто колесочек, а потребитель? Ну, жизнь покажет. Жизнь покажет. Мы же заказчики, мы же потребитель. У меня совсем круглый ряд. Ну, давайте поищем. Ну, вот я бы хотел, чтобы вы разобрались. Да. Ну, вы объясняли, что вам подошел на семинар человек, которому вы объяснили, что вы сами же и заказчики. Потому что тут же выясняли, что вы же потребитель. Я что-то не понимаю. Ну, да. А кто-то человек говорит, что нет такого слоя, что заказчик на проект один, он мне говорит. А я говорю, да нет, на самом деле, даже если заказчик один, деньги платят за проект один, их шейтит. И это надо учитывать в ТЗ. Ну, это немножко, мне кажется, даже сложно понимать. Но если вы проектируете большую компанию, вы должны понимать, что у вас кроме непосредственно человека, который заказывает и платит деньги, еще есть как минимум пять, которые могут с этим быть не согласны с его или нет. Я предположу, потратить мне, если что-нибудь признать. Как мне кажется, мы в жизни с этой схемой не работаем. Мы в жизни видим отражение этой схемы в виде определенных инструментов. Это реально огромные затраты. Каждый раз задумываться, кто у нас кто, то есть, что у нас находится на объектном. Это логическая схема, организационная деятельность. Это тяжело. А нам эту жизнь облегчили, создав отличный инструмент. Например, инструменты структурированных требований, методологии мозга. Все требования делятся. Мастхэфф, шутхэфф, ткутхэфф. Что нужно обязательно, что нужно, но попозже. Что хотел, типа антики как-то. Такая же методология есть, например, для управления объектами этих всех участников. Есть в отдельной инженерии. Есть целый набор инструментов. То, о чем говорит сейчас Максим, это такой проблематизация. Чтобы мы лучше поняли, в чем проблема, с чем мы работаем на самом деле. А вот в жизни мы встречаем как инструмент, уже методологии не задумываясь о том, что за ними стоит. Если я правильно. Да. Я понимаю, что… То есть ты сейчас… Вам это не надо было все время делать, потому что нужно просто понимать, что это есть такие проблемы, есть ли. Учиться инструментам, которые позволяют на разных шагах удерживать… И если проблемы возникнут, ну, сесть и задуматься, откуда оно возникло, чтобы поискать решения. Ну, я на самом деле это делаю все время. Да, да. То есть я, смотря на любую ситуацию, с которой ко мне приходят, как к юристу, например. Или приходят, как к человеку, который занимается системно деятельностным подходом. Говорят, вот у нас есть такая ситуация. В классическом районном управлении есть все инструменты, они очень хорошо это все описывают, да, они просто иначе называются. Я их рассматриваю вот именно по этой схеме. Мне она комфортна для восприятия. И для того, чтобы решить любую задачу, которая возникает вот в этом поле деятельности, я говорю, есть один быстрый и эффективный способ. Собрать всех участников денег в одной комнате, сжать для них пространство и время, и поработать, выложить эту деятельность на стол, представить, изложить и представить. Представить будущее свое. Вот здесь вот, да? И поработать над ним, разделившись на позиции. Вот, знаете, вот. И тогда возникает чудо. Становится понятно, что нужно делать. И, в принципе, от меня ничего обычного больше не требуется. Только всех собрать и попросить представить. Значит... Какой пример последний привести, например? Ну, сейчас очень, конечно, есть крутой пример с реформой здравоохранения, которая началась по проекту опоры здоровья. Когда есть большие задачи... Вы знаете, я сейчас потратил много времени, я вам начну рассказывать. И съесться время, я вам не расскажу про то, что не хотелось бы еще раз сказать. Я вам хочу сказать, я просто вспоминал какое-то время, я обязательно расскажу о проекте. О том, что нужно зачеркнуть еще одно слово. Управление. Это же здравоохранение у нас будет ненормальное? Ну, на каком перетапе будет, если мы вот эту схему... Уже почти тут? Нет еще. То есть схему будущего, будущей системы здравоохранения представляет пока очень мало людей. И, соответственно, весь процесс идет для того, чтобы ее так же представляли достаточно экономическими людьми. Я думаю, что если человек в 200 стране будет ее представлять так же, как позволяет опоры здоровья, то будет хороший проект реформы, в который будут увлечены граждане, медицинские учреждения, сами врачи. А если не удастся собрать 200 человек с одним видом с одним из них, поскольку была задача одна, и сделать одну объектную англопологическую, одну отпор к деятельности у индустрии у всех, участников проекта. если потому что даже если попросить учителей недавно что учителей то есть мы в любой компании когда мне приходим просим нарисовать свою компанию как ну то есть как я вас просил и вы не верите всем ну зачем и в компании конечно же не представляют они не знают чем они занимаются об этом о том кто в этих компаниях работы не знаю директора компании они не умеют разделять деятельность вот мы говорили о том что интеллект это разделение так вот например как позиции разделяются в реективном слое я вам рассказал а вот в этом слое директор инвестор архитектор и так далее должны представлять как разделена деятельность ведь я предложил вам но если вы начнете рисовать свои компании вы можете нарисовать по-другому например я встречал компанию которая на предложении нарисовать компанию рисовала административный свой аппарат и считал что это вся компания хотя там 8000 работающих они делят свою компанию так что видят верхушку и не видят даже те кто работают это тоже разделение ну какой продукт они мешают все продукты в одну кучу для них разделить представить что у них компанию производят разные продукты это серьезные интеллектуальные усилия потому что в палансе например он может быть не разделен но так компании производили металлы и электроэнергию они естественно не видели свое предприятие как отдельное предприятие по производству электроэнергии и отдельное предприятие по добыче металлов они представляли его в комплексе у меня есть много друзей и руководителей который я говорю разделить свою компанию ты не видишь там у тебя 500 человек работа ты не понимаешь где у тебя затрат что что у вас там производит выдели какие-нибудь подразделения отдельно учет хотя бы раздельный для них веди он говорит ты не понимаешь это моя компания я ее по-другому даже представить он мыслит вместе с собой я говорю слушай ты представь что ты ее хочешь продать вот какой-то кусок из нее продали он говорит я не могу мне это как ребенок ну то есть это серьезные интеллектуальные усилия разделить компанию вы знаете я приводил форта и разделение труда которое привело создание эффективной компании которые на начальном этапе ну любое разделение приводит естественно к оптимизации затрат привела к созданию эффективнейших компаний на производство дешевых автомобилей что позволило ему занять огромную нишу рынка к определенному году он занимал 70 процентов мирового автомобильного рынка и все компании стали вот гонять уже использовать но как бы никто разделение труда которые визу интеллектуальное усилие которую произвел а просто копируем ту систему которую в этом смысле я могу рассказать правда вас потому что я там позапрошлым году если вы конечно разделением труда не занимались может быть для вас на вас это не произведет никакого впечатления я тоже спросил у главного инженера занимаются ли они вопросами разделения труда поскольку у них во всю структуру автоваз входит и производство запчастей это все автоваз и столовые многочисленные и корпус который значит там обучает всех и так далее я сейчас уже цифру не помню но соотношение примерно такое то есть там ну примерно там 18000 работников 8000 административный аппарат что в общем достаточно непонятно потому что в управлении такого количества людей находиться не может на 18000 работников соответственно я прекрасно понимаю и представляю себе что это несколько разных предприятий почему-то объединенную квадратную бухгалтеру у них даже департаментов по кадрам по кадрам два два департамента пока то есть у них там вице-президент условно говоря по кадрам их два два вице-президента потому что один старый его нельзя уволить очень важно а второе значит в новом типы у него тоже создан департамент и в таком конечно огромном предприятии если не разделить бизнес то в общем но ни к чему не придешь поэтому у нас дорогие автомобили потому что в цену этих автомобилей заложенную стоимость условно говоря там уходу для рабочих которые стоят на балансе они должны быть отделены и работники должны получать ту зарплату которая значит у них там хорошая должна складываться без учета содержания домов отдыхов и рабочие должны выбирать хотят они поехать в ведомственную домов домов вели в турцию словно говорили скорее всего конечно в турции и египет будет дешевле потому что в общем мы когда выбираем домов отдыха от кого значит это все отражается на структуре производства и когда я спросил у главного инженера занимались ли они разделением труда он сказал что всегда занимались особенно в общем всегда занимались ни к чему не приводит и вот особенно занимался гаданников потому что он когда занимался разделением труда тоже слышал про форда а там знаете давать много корпусов они стоят как столы друг за другом здесь конвейер проходит он говорит он для чтобы разделить процесс производства он каждый корпус зарегистрировал как общество граничной ответственности и вот здесь вот продавали подрамник там допустим с колесами и ну как воздух машины вот в это предприятие здесь сюда собирали значит жизнь здесь там ставили крест вот он разделил таким образом разделять можно по разному ну такое вот разделение скорее всего ничего эффективного не приведет поэтому в общем свойство мышления разделять оно конечно свойство но на последствии думать потому что ну первую очередь надо конечно разделять главного главным от второстепенного я наверное не успею уже тридцать минут вам рассказать почему не существует управление мы можем пораньше сегодня закончить а? мы можем пораньше сегодня закончить подождите, ну а время двадцать один тридцать я до полдесятого или у нас есть время? у нас до десяти до десяти, да? ну давайте попробуем, какие есть вопросы? почему время не существует? я тебе расскажу еще какие-нибудь есть вопросы? а какая вот у вас цель превращается в шанс в определенный момент когда половина вот не согласна, да? там, допустим, шести а какой еще? какой там? какой шанс? ну нет, какой один не согласен, все равно живет еще цель, а не шанс ну это не больше половины я не знаю, как это считать дело в том, что я думаю, что если здесь один не согласен то всегда вот этот шанс реализовать он будет не сто процентов, а девяносто девять, девяносто восемь я думаю, что здесь, знаете, вот я этот слой называю инструкциональным он позволяет удерживать деятельность то есть если это все в деятельности присутствует то помните, вот у монархов была такая метафора власти, символ власти называется яблоко то есть такой вот круг то есть я думаю, что монархам это добавлено для того, чтобы почувствовать равновесие мира потому что удержать такую штуку, как матрешка, очень тяжело ну то есть она как-то должна стоять, если ее чуть-чуть сдвинуть, то есть забыть от потребителя она сразу отклонится если там откусить от этого яблока, оно упадет и, собственно, я такую же метафору вижу вот в такой сфере то есть сфера же не случайно, когда мы говорим сфера деятельности мы представляем сферу себе, то есть это такой вот полный шар знаете, да, такой слой индицепер и в этом смысле вот этот слой он удерживает удерживает эту деятельность как нормальную я не сказал о том, что система наследенностного подхода если вот такой слой создан в истории человечества может наблюдаться потому что у нас же нет деятельности, которые родились сегодня или вчера или там в двадцатые годы у нас все деятельности, то есть всю пользу, которую мы можем произвести человечество пытается искать все время, пока оно существует на Земле строить себе удобное жилище, перебегаться каким-то быстрым образом и эта деятельность у нас такая если она удерживается вот в рамках такой схемы она считается нормальной то есть это норма она считается эффективной и она имеет шанс на продолжение в истории и в этом смысле она двигается, двигает, двигает, двигает здесь еще будет и так далее и просто проявляется в конкретных ситуациях и таким образом вот вы спрашивали, что такое антология вот антология управляет всем этим процессом то есть есть такие картины мира которые общие для всех этих позиций идут из глубины веков и позволяют нам ну иногда но все это позволяют не убивают друг друга а учиться друг другу учитывать мнение всех создавать кооперативные структуры которые нам необходимы для создания больших правилов и в этом смысле конечно почему я говорю вот этот разрыв коммуникации проклятие для человечества муравьи потому что им без мозгов доскорно создавать такие муравьи которые в общем нам и не снизить которые в общем мы даже если бы захотели ну то бы под большим влиянием наверное мы создали они на нас смотрят и думают да эти парни ездят на машины большие мобильные телефоны живут в каменных зданиях и им недоступны простые проекты которыми мы занимаемся каждый день потому что у нас ангелы их работают их больше ну конечно можно и так сказать у нас тоже много и феромоны у нас наверное есть мы не хотели не хотели а у нас все четыре хорошо но зато мы друг другу по феромону в общем не понимаем а они понимают а феромоны можно мне кажется отнести вот к тому же столбику и зачеркнуть вот здесь это вот что-то с гороскопами вместе ну в общем факт что у них тоже коммуникации деятельность существует мы не знаем существует ли у них мышление но во всяком случае коммуникация позволяет им строить такие большие проекты а еще извините я еще по поводу это винт можно настоящее будущее а почему тогда человечку не настоящему а там где внизу у вас нарисовано вот это да ну потому что я говорю что это не человечек который может эту систему перевести вот в это состояние это мышление человеческое может перевести в это состояние будущее состояние будущее весь там человеческое главное потому что мы же я вам пытаюсь передать что что для того чтобы вот эта ситуация перешла в ситуацию будущего стал реализованным проектом необходимо иметь весь этот институциональный слой а в этом институциональном слое точно не может быть одного человека то есть этот слой коммуникации то есть по сути дела вся коммуникация вот этих позиций управляет всей этой деятельностью и может переносить в будущее поэтому только общее чего это называется в музыке коммуникации потому что здесь общее мнение их всех позволяет двинуть в будущее а каковы ли будущее потому что цель же нарисована в прошлом получается нет в прошлом пошло что тогда буду себя представлять в будущее ну смотри цель у нас это поиск да? цель поиск то есть цель же у нас не перейти в будущее но в будущее переходим и так если я правильно понимаю наш вопрос цель у нас есть принести пользу решить какую-то проблему людей и у нас деятельность одного качества а в будущем деятельность другого качества то есть что здесь проект это вы вас чем компания занимаетесь вообще мне компания ничего не занимается так что не это не он переходит в переходе в каком смысле я лучше сказал комплиментарнее что он находится в состоянии рефлексии то есть он осмысливает как раз здесь деятельность которых занимается ищет как раз себе новую цель чтобы потом представить как он в будущем ее будет действовать значит коллеги переходим к вопросу почему управление невозможно а можете мне рассказать почему возможно почему оно необходимо ну вообще почему возможно чтобы избежать хаоса да чтобы появились договоренности между людьми если не будет одного человека я спрашиваю почему управление возможно значит вы мне наверное должны отвечать чтобы у нас не было управление возможно потому что мульмина мне потому что без управления не потому что без управления невозможно не вы мне можете управлением смотря в каких ситуациях можем как ну какие-то нужны рычаги влиянина или труд хотя нужно желание потому что один человек может заставить другого, что-то делать то есть можно заставить управление возможно, потому что можно заставить можно убедить как? еще? убедить, да? вы сейчас раскладываете все управление, это заставляю еще что? нет, я ничего такого не делал сейчас, что будет это не понимаю, тут собрались люди, которые делают проект правда? ну вообще, занимаются дизайном вы же занимаетесь дизайном не в себе самих то есть вы занимаетесь дизайном в кооперации с другими людьми и если вы мне скажете, что другими людьми можно управлять я хочу спросить, почему? потому что у меня здесь в программе нашей лекции стоит такой значит, такой парад проблема офисного рабства эксплуатации, мотивации и компетенции то есть это возможно, но не нужно? я не знаю я же вас спрашиваю управление возможно, потому что есть необходимость в том, чтобы кто-то принимал решение подождите, но те, кто принимает решение, они и управляют обычно поэтому нужно управление, чтобы донести а почему у них вообще есть такое право управлять? потому что эти люди являются более компетентными по отношению даже к данному проекту ну не факт, ну не знаю, что это есть субординация с Рапутина, я сейчас не говорю может человек самого надо что-то управлять я просто не знаю, вам зарплату всем платят или нет кому платят зарплату? я платят я тоже а что, все остальные переходят? я все остальные уплачивают я правильно понимаю, что отношение власти и подчинение для вас не вопрос? то есть вам платят зарплату и управляют вами? так? во время рабочего процесса получается, что да управляют моей деятельностью ну то есть вы как бы согласились с тем, что вы находите власти и подчинение там в заговоре написано то, что я обязан там что-то делал с чем участвуют в процессе создания чего-то? происходит ровно так ты приходишь на работу то есть я согласен, что вы мной управляли и за это вы будете платить? да, за это я хочу получать деньги я согласен на ваши условия все, сидишь, ждешь, пока ты управляешь мне этого достаточно в принципе, для того, чтобы рассказать вам про свою схему но на самом деле, вы же понимаете вот этот парадокс современного мира что один, он им управляет правда ли? то есть и в общем ну чем современное офисное рабство отличается от рабства, которого было в древнем Библии где же вы работаете то, когда в рабстве ничего хорошего не делали в рабстве обычно в старом же знайня ничего хорошего вы можете говорить еще потому что мне тоже было интересно и я взглянул кстати мне очень важно тоже как христианину думать о том что стоит за звала мира позже я для себя нашел что есть корень такой ребенок то есть но на самом деле когда говорится работе и в этом смысле конечно меньше бога то есть и есть то что больше нас и больше на знаю в этом смысле мы как дети по отношению к и рабы они тоже были как дети это есть зафиксированные письменные источники потому что раб говорил на другом языке не понимал того что говорила более развитая нас народ был конечно ребенком его надо вводить и в этом смысле тот кто говорил что управляет больше знаний и кто-то говорил более компетентен в этом смысле доля правда есть то есть тот у кого схема больше кто видит больше кто-то управляет тот кто представляет здесь всю ситуацию деятельности в настоящем и всю ситуацию деятельности в будущем он управляет но управляет также друзья как управляют как управляли рабовладельцы раба потому что ну вообще даже что те кто всю схему не видит представьте себе что вы находитесь или мы все находимся в темной комнате и кто-то один конечно кто помнит весь маршрут дорогу он нас поведет и в принципе мы как дети да вот я вам говорю ребенок очень небольшим количеством объекта появляется объект рождается и живет и в этом смысле шум мы в каких-то ситуациях в темной комнате и остаемся конечно в управлении тому кто знает всю схему чтобы нас вывести куда-то и в этом смысле тоже с одной стороны это знание схемы то есть тот управляет а с другой стороны это доверие потому что командир когда посылает войска в бой ну собственно убить никого не хочет а люди которые идут в этот бой они надеются что командир в принципе всю схему боевых действий знает и глупо посылает насмерть и в этом смысле доверять и всегда управление это тоже было отмечено ваших ответов это договор вы говорите нам дают и я согласен одно дело когда кто-то согласен потому что находится в темной комнате и я тут согласен не согласен я хочу отсюда выйти вообще сейчас могу не согласен сейчас пока за цветы можете пойти в другую сторону если вы знаете какой есть выход в другую сторону но я вот за лилию пойду если сейчас здесь свет выключен мне придется за ней идти потому что она только одна знает как отсюда выходить во всяком случае а как вы до нее даете как если свет выключат как вы до нее даете до лилии но я покричу она захочет меня вывести она скажет что она здесь главное я хочу сказать не то что как я ее найду конечно иногда в жизни очень важно найти того кто знает всю схему точно но я вам говорил что школа это схема поэтому важно найти нужную школу которая скажет как устроен мир и идти за ней и тогда конечно в общем сначала идешь закрытыми глазами потом когда выучиваешь эту схему пространства тогда знаешь что делать дальше а когда же сам станешь такой школой да можешь никогда не стать скажите Аня вот слово лидер у вас тоже должно быть звучать? да да потому что здесь лидер в мире вы видите то есть здесь те кто ведут их много но они же все равно ведут ну значит у них больше полномочий, амбиции, знаний амбиции это из языка психологов амбиции это такое амбиции это такое амбиции это такое как-то сам развивающийся вот такое степень да конечно ну то есть вот я говорю вот из той школы которую я вам рассказываю вся эта схема развивается и мы потом на следующей лекции обязательно поговорим а вообще смысл тогда что то там делаете все со мной с собой развиваете и так хороший вопрос если нужно просто встать не знаю ну мы же рождаемся и вымираем просто встать вот в лево смотри там есть шесть схем да вот тем какую-то если все равно ниже понимаешь это уже не вариант я понимаю что то есть вы заложите ее на себя то есть где вы тут средства для других проектов вы архитектор своей жизни и хотите сделать что-то полезное для людей вы инвес и в этом смысле вы что-то тоже делаете полезное или вы еще ну так скажем в темной комнате и вам только предстоит осмыслить как появился мир как он развивается как люди общаются друг с другом и в этом смысле это конечно вопрос философии но меня машина попросила рассказать вам философ она сказала что должно быть больше философии существа философии существа слự ну что вы думаете свщество quota хотел санкцентировать на одном моменте, боялся, что он успокаивает, что управление это договор, что другого управления существует, что либо ты знаешь, что ведешь как в темной комнате раба, вот кого-то куда-то, либо ты договариваешься о том, что у тебя вот здесь происходит в нем. Поэтому всегда, когда есть проект, какой-то реальный, я прошу мне рассказать, если меня приглашают, как его понимают другие. Потому что, как наше представление о жизни является договором, я вам рассказал, как они называются объекты иностранных детей, у нас есть договор между всеми нами по поводу каждого слова. Так и по поводу деятельности, должен быть договор между всеми, кто ей занимается, кто реализует какой-то проект, по поводу однозначного понимания этой деятельности. То есть, можно, конечно, в деятельности вести других, как слепых хотят, но, на мой взгляд, лучше, когда здесь все прояснено, всем понятно и всеми представлено. Ну, что значит, понимать и представлять, мы с вами разговариваем. Калин, я на этом хочу закончить. Еще ответим на ваши вопросы, мы позвонимся. Да. Есть петература какая-нибудь? Очень много. А вот сам, 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 я оставил там, но о том изложении это будет. То есть, это вот интерпретация, что есть. Петр Георгиевич Играевский. Петр Георгиевич Играевский считает. В этих летах, просто читает работу своего отца Играевский Играевский читает. Еще есть вопросы? А мы их походу задавали просто вместе. Там слово компетенция еще осталось. Компетенции, давайте мы их оставим на следующий день в мешок. Я расскажу по поводу них, какие у меня самые. Сфотографируй. А кино есть какие-то отделки? Есть какие-то отделки. Там в одной из серий рассказывается про… Это сериал? Сериал? Шестьдесят. Четыре, по-моему, или керателин. Он рассказывает как раз философам 50-х, 60-х годов. Когда они жили, что чувствовали, почему придумали такие как сравнения Америка… Да, замечательно. Где-то схема не применима. Такой схема из восприятия и области не надо использовать. Где ей не надо пользоваться? То есть для меня это такая универсальная, достаточно абстрактная схема. Я ее пытаюсь развернуть таким образом, чтобы было видно, что вот эта сфера, она всегда расширяется со временем. То есть люди убегают друг от друга. Те представления, которые у них были первоначальными, ну то есть там на заре нашей эры, общность, которая общалась с племя, там, человека 200, там, знаете, которые существовали друг к другу, у них было 300 слов для того, чтобы общаться. И вот эти все мобильные телефоны, там, бумагу, флипчат, они придумали не от хорошей жизни. То есть, в принципе, у них было все в то время. Ну, помните, как библейские легенды, то есть они жили вообще-то в районе. То есть у них были фрукты, было солнце, им было хорошо очень. Зачем это все изобрели, мне не очень понятно. Потому что я бы хотел вернуться в те места, есть инжир, ходить в минимальном количестве одежды, дождей нет. В общем, и, собственно, что им мешало общаться, используя 300 слов. Есть теория, что они не очень телепатически общались. Ну, и телепатически общались. Ну, наверное, все равно с ним. Если до сих пор не общаются, значит, скорее всего, не могут. То есть вряд ли какие-то эффективные знания, в принципе, бояки съездились, не могут подводить. То есть, если сейчас не общаются, значит, не умели с ним. Вот. Ну, умели, наверное, в каких-то ограниченных очень пределах, потом стали использовать жизнь. Ну, недостаточно. Если человек один, скажем, вы сказали, что вы директор своей компании, и вы просто себя самому раскладываете, да, кто вы? Да. И смотрите, какой пункт у вас там страна. Да. Да. Но вы же все равно взаимодействуете с другими людьми. Вы сразу вы уходите в ту сделку? Ну, вот, если есть какой-то проект, ну, конечно, раньше так не делали. Ну, раньше мне казалось, что у меня есть проект. Он всем понятен. Ну, он мне понятен, всем понятен. Я сейчас постараюсь всех заставить его сделать. И будет все хорошо. Если я заставить не смогу, ну, я такой, ну, слабый, то есть бить никого особо не могу и не хочу. Значит, я могу убедить и буду упираться и на каждой планерке убеждать, что надо делать. Ну, и, в принципе, можно пробовать дальше. Вместо того, чтобы собрать представление всех о том, чем кто занимается, можно продолжать заставлять, убеждать, использовать мотивацию. А как вы ее используете? Можем наказать, можем прощать. Ну, в разных формах. Но обманывать до бесконечности неважно. В конце концов, люди просто не понимают, что они хотят. А если вы им расскажете эту схему, но не будете платить они будут работать? Я эту схему рассказываю только вам. Чтобы вы ей пользовались. Если все наконец поняли, что ведут к одной цели, у всех одно понимание, но работать не хотят. Ну, так не бывает. То есть, если обычно люди разделяют цель и понимают, что делают, но понимают, они как. То есть, они в этом участвуют и договариваются друг с другом, что именно нужно сделать. Ну, вы еще попробуете этим заниматься. А если у всех одно понимание, а денег мало? Значит, они смогут найти... Значит, мотивация плохая, и все уйдут в другие места. Нет, нет, нет. Мотивации нет. Они найдут инвестора, с которым они смогут вот сесть за круглым столом, обсудить эту деятельность. И если он поймет, что она полезна, ну, представь, так же с ним. То он, конечно, денег нет. Потому что обычно полезная деятельность дорогу стоит. А если она окажется бесполезной? А если бесполезной, зачем ей заниматься? У нас в истории человечества было очень много бесполезных деятельностей, бесполезных вещей, от которых, в конце концов, человечество отказалось и отказывается, продолжать отказаться. Про бейджеры я вам рассказал. А лучшие практики для себя, правда? Да, для себя. Да. А как они это управление принимают участие, если все понятно? Ну, они могут просто убить вас, если все. Вот те, кто не понимают, они, короче, приходят однажды на работу, и оказывается, что у них закрытые двери. Компания ушла сразу. Ну, потому что одни компании более эффективные придумывают средства. Вернее, более эффективные продукты выпускают. А кто отвечает вот за эти роли? Кто отвечает за тренды? Тренды сами стежи не ходят. Вот эта позиция, вот эта позиция отвечает. Они должны вот такие, если есть люди в компании, и не должны ездить на выставки на разные, читать журналы. То есть, это некоторые люди, которые отвечают за тренды стежи? Да. Которые не имеются при этом, не разделяют твои... Ну, мы бы сказали, что они не управляют работой. Правда? Но вот на этот стул, типа, при обсуждении проекта, надо сажать тех, кто хоть что-то понимает про будущее. Он говорит, там в будущем... Ну, такого не будет. Ну, допустим, я не знаю, там в будущем, вот у меня просто телефон не кнопочный, а если бы был кнопочный телефон, я бы сказал, в будущем кнопочных телефонов не будет. И все. А если мы выпускаем кнопочные телефоны, ребята, надо быстрее заканчивать и заниматься либо другим бизнесом, либо просто закрывать компанию. Зачем? В будущем рано или позже настолько так. Они говорят, ну, послушай, ну, мы такие вроде классные телефоны выпускаем, можем еще посоревноваться. Ну, значит, если можем посоревноваться, надо посчитать с инвесторами, какие телефоны выпускать, что может быть лучшим для этого телефона. может быть спросить употребитель. Вот он у меня сильно тормозит. Может быть процессор у меня здесь. Может быть кто-то уже выпустил такие телефоны с более хорошим процессом. У вас тоже? Снежные желтые. Волболковочные. Видите, как? Будущее. Будущее. Вас не достигает. Три-четыре. 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 Они мне не нравятся. Я знаю. Ну, почему-то. Ну, Лидия. Вот перчатка... Ну, сколько заряжается... Вернее, сколько держит зарядку у этого телефона? Нет, это ж нормально. Ну, это многая. Сколько? Сколько? Мне на два дня. А у вас ваш смартфон есть? Ну, что у меня тоже... Иди в погоне. Нет, ну, пока у меня, у нас вот эти... Минус 30 и перчатка... В ближайшем будущем решатка. Значит, Лидия, либо решат эту проблему, либо сделают дутарейки... Я отрезаю палец большой на перчатку. Соседу, да, который катается? Друзья, я очень рад, что я с вами познакомился. У нас следующая встреча обязательно состоится. Спасибо. 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 Спасибо.